Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Сдвинутые сроки и другие нововведения. Принимать детей в первый класс будут по новым правилам. В курсе всех событий. Сегодня день российской печати. Старинное ремесло. Как вышивка соединяет поколения. С нового года в России введена обязательная маркировка одежды, домашнего текстиля, постельного белья. Теперь на них необходимо наносить специальный чип. Без него товар продавать нельзя. Наносить чип – обязанность производителя. С 1 февраля маркировать нужно будет и молочную продукцию. Наша съемочная группа встретилась с производителями текстильной и молочной продукции и выяснила, как они собираются проводить сертификацию. Для чего нужна маркировка? Главное – борьба с подделками. По марке можно будет узнать всю историю товара с момента изготовления и до того, как он попал к нам в руки. Принято считать, что от обязательной маркировки выиграет конечный покупатель. Он получит качественную продукцию. А цены могут быть даже снижены из-за расширения рынков сбыта. Это производство в Новочебоксарске выпускает модную детскую одежду. Она успешно продается на рынке России и Казахстана. Предприятие считается малым, обороты небольшие. Их продукция пока не нуждается в маркировке, но руководство уже подсчитывает, во сколько обойдется обязательная процедура. По мнению Алексея Иванова, это не будет каким-то ударом для их бюджета, хотя затраты ожидаются немалые. Чисто технически это большая часть работы программистов и управлического персонала. То есть здесь нужно будет провести определенную работу по заключению договоров, по настройке системы 1С, например, по настройке нашей компьютерной системы штрихкодирования. В целом каждый маркер стоит около 60 копеек, то есть товар не должен сильно подорожать. А вот экономика от такой процедуры выиграет, считают в Минэкономразвитии Чуваши. Этот процесс необходим для контроля качества выпускаемой продукции, для контроля передвижения данной продукции, чтобы потребитель в конечном итоге всегда мог посмотреть и узнать о товаре, его происхождении, сроках, чтобы исключить попадание на прилавки фальсифицированной продукции. Также это очень выгодно для учета и исключения из рыночного оборота, так сказать, серых продавцов, которые закупают товары на заводе, впоследствии продают его без кассовых аппаратов. Обязательная маркировка 10 групп товаров проводится с 2018 года. Уже прочипированы табачная продукция, рабочая одежда, блузки, пальто, фотокамеры. В целом, по данным Минэкономразвития, почти 90% предприятий республики уже прошли процедуры сертификации. Кроме того, агентство по поддержке малого бизнеса софинансирует расходы предприятий. Более 60 предпринимателей в прошлом году вернули потраченные средства. К нам обращаются, вот у нас есть Центр поддержки предпринимательства. Это наши три консультанта, которые оказывают и все иные услуги, но в том числе это услуга по сертификации. Они обращаются с соответствующим заявлением. И дальше, соответственно, это заявление мы пускаем в работу и, соответственно, привлекаем к оказанию услуги наших партнеров. И дальше, в итоге, в итоге все это завершается получением сертификата. Услуга, безусловно, востребована. Это подтверждает показатели этого года. То есть в доле услуг Центра поддержки предпринимательства в 2020 году эта услуга составляет более 23%. И расходы, которые мы понесли на это, более 13 миллионов. Поэтому уверена, что в 2021 году также будут обращения за этой услугой. Соответственно, мы будем эти услуги оказывать. С этого года маркировать начнут и молочную продукцию. Сертификация для некоторых видов станет обязательной уже летом. Сейчас 16 предприятий отрасли практически готовы вести такую процедуру. Один из местных сельхозкооперативов в декабре прошлого года обратился за субсидированием расходов на маркировку. Сейчас решают, какое оборудование закупить и каким образом ставить марку – на этикетку или на стекло. Информацию прочитать можно будет, скачав специальное приложение. В первую очередь, обезопасивает нас. То есть нашу продукцию тяжело будет уже поделать. Это раз. Во-вторых, конечным потребителям будет видно для него, где это произведено. То есть здесь у нас, в Чуварской Республике. Далее, на какой склад это было отгружено, когда было отгружено и когда эта продукция попала на магазин. То есть человек закачивает приложение обычное в телефон, подводит к так называемому… Он больше похож на QR-код, подносит сюда, и там вся информация видна. То есть каждый, так называемый QR-код, с каждой маркировкой, она индивидуальна. То есть такой же одинаковой, на другой бутылке ее не может быть. Избежать обязательной маркировки продукции производитель не сможет. За отсутствие чипа предприниматели будут штрафовать от 50 до 150 тысяч рублей. А за производство, хранение, перевозку в целях продажи немаркированных товаров может поступить и уголовная ответственность. Татьяна Молокова, Николай Скворцов, Республика. В 2021 году Чувашия расширит программу субсидирования региональных авиаперевозок. На поддержку организации воздушного транспорта из республиканского бюджета планируется выделить более 62 миллионов рублей. По данным Минфина Республики, господдержку воздушного транспорта в этом году планируют возобновить. Дотации направят на повышение доступности региональных пассажирских авиарейсов. В списке субсидируемых маршрутов 4 направления. Теперь из Чебоксар станет проще добраться до Екатеринбурга, Краснодара, Минеральных вод и Нового Уренгоя. Министерство просвещения России изменило правила приема детей в школы. Большинство нововведений касаются будущих первоклашек. Их прием начнется на два месяца позже. Вместо 1 февраля заявления начнут принимать только с 1 апреля. Изменилось время приказов о зачислении. Теперь образовательные организации должны сдать их в течение трех дней после окончания приема. То есть не позднее 3 июля. Раньше приказы издавались в течение 7 дней с подачи заявления. Родители имеют право подавать заявление как в электронной форме через платформу ЕУслуги, так и по электронной почте в адрес образовательного учреждения, по обычной почте и при личном посещении образовательного учреждения. Для братьев и сестер, проживающих в одной семье, сохраняется преимущественное право при зачислении. То есть если старший ребенок обучается в образовательном учреждении, то младший ребенок при поступлении имеет преимущественное право при зачислении. Еще одно новшество – обязательное размещение на сайте школы необходимых бланков. Раньше школа могла выбирать размещать бланк на сайте или на информационном стенде в стенах учебного заведения. Теперь бланк всегда можно будет скачать с сайта, заполнить дома и принести в школу готовый документ. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Из меню российских школьников убрали блюда с колбасными изделиями. Изменения внесены в соответствии с новыми санитарными требованиями. Роспотребнадзор разработал новый санпин для общепита. Кроме запрета на колбасные изделия, изменения коснулись и других пунктов. Так, например, каждое образовательное учреждение будет обязано кормить детей горячими блюдами. Заменять их буфетной продукцией запрещено. Во время готовки обязательно использовать ядированную соль. В школьных столовых разрешат ставить виндинговые автоматы. Но там будут только сухофрукты, молочная продукция и другая полезная еда. Никаких жвачек, леденцов, чипсов и газировок. В образовательных учреждениях запретят есть и домашнюю еду. Кстати, как и пассажирам авиалиний. Исключение лишь для детей, которым необходимо лечебное или диетическое питание. Отдельным приложением дан список запрещенных для детей продуктов. В нем перечислены как пресловутые чипсы и газировка, так и несколько неожиданные. Холодец, ливерная колбаса и макароны по-флотски. Вместо них на столах школьников должны появиться не менее вкусные и полезные блюда. Например, кнели из курицы с соусом, гуляш из птицы, тушеная птица в сметанном соусе и сыр. В Чувашии в ближайшее время в меню добавят еще одно новое блюдо. По инициативе главы республики Олега Николаева в рацион школьников введут творожную запеканку. Сегодня день российской печати. Но мы хотели рассказать вам не о собрать их по Перу, а о тех, без кого невозможен выход любого печатного издания. Немногие знают, что в Чебоксарах есть единственный в стране музей фотокорреспондентов. В бывшей фотолаборатории, а ныне в выставочной территории побывала наша съемочная группа. Располагается музей в доме печати. На стенах черно-белые фотографии, всюду висят пленки, в импровизированных витринах техника из прошлого. Фотоувеличители, вспышки, раритетные фотоаппараты. На веревке сужатся, будто бы только что напечатанные снимки. Обычная рабочая атмосфера многих лет, пока цифровые технологии не изменили в корне весь процесс фотоискусства. Идею превратить некогда рабочий кабинет в музей воплотил фото-журналист Сергей Журавлев. Мы, журналист, видели, как фотокорреспондент Сергей Журавлев по крупицам собирает экспонаты. Старались всячески ему помогать. Кто-то приносил старые фотоаппараты, пленки, фотографии. Так, за два года работы в музее собрано более 300 подлинных экспонатов. Вот, например, личный фотоаппарат корреспондента телеграфного агентства Советского Союза Юрия Ананьева. Представляете, работа 59-го года. 62 года фотоаппарату. Практически в первозданном виде сохранилась так называемая темная комната, в которой проявляли пленку. Здесь и сейчас можно печатать фотографии и, к примеру, показывать детям волшебный процесс проявления изображения на фотобумаге. Но уже трудно найти фотопленку и бумагу. Все перешли на цифру. Дети, я не могу передать словами, они столько вопросов задают. Это им все интересно. Особенно, когда включаешь красный свет и включаешь фотовеличитель, так у них глаза прямо становятся широкие, большие. Они за замиранием сердца стоят и смотрят, как фотовеличитель двигается на моторчике, как резкость наводится. Вообще, я не ожидал такого результата. На этих снимках вся жизнь республики за последние десятилетия. Фотокорреспонденты фиксировали каждое важное событие. Так и родилась летопись родного края. Молодые продолжают ее писать. Инесса Потапова, Сергей Копеев, Республика. О месте и роли печатных СМИ в современном медиапространстве, о том, чем трудна и привлекательна работа журналиста-газетчика, и о многом другом узнаете сразу после выпуска новостей. Гость программы по существу – пресс-секретарь главы Чувашской республики Александр Кузин. Мода изменчива, но ручная вышивка как украшение одежды остается на все времена. Работы вышивальщицы Валентины Гавриловой из деревни Янгорчина Вурнарского района знают многие. О главном секрете ее неиссякаемого творческого вдохновения в нашем сюжете. Валентина – потомственная вышивальщица. Осваивать это интересное ремесло она начала с детства. Уроки бабушки и мамы помнят до сих пор. Изучая различные виды вышивки, девочки больше всего приглянулись техникой вышивания крестиком, которую она и использовала на протяжении всей жизни. Когда я выросла, я сама стала вышивать. Что хотела, то вышивала. Много у мамы там осталось дома. Потом я замуж вышла. До этого много вышивала я. Замуж вышла сюда, перебралась к мужу. И тут ковры вышивала. Любимое дело приносит Валентине Алексеевне умиротворение и спокойствие в душе. Сидеть без дела она не привыкла. Одежда, полотенца, игрушки – все украшено особой вышивкой. Мастерица уверена, яркие цвета ниток поднимают настроение. Особой гордостью коллекции являются куклы в чувашских костюмах. Одна из них сейчас находится в Музее национальных костюмов во Владивостоке. У старшей сестры, моей сын, он говорит мне, тетя Валя, я вижу, там один мужик собирает национальные куклы. С национальными нарядами куклы забирает. А чувашки нету. Дай мне. Я дала. Валентина Алексеевна учит своих внучек и проводит авторские выставки. В планах обучиться так называемой счетной вышивке на основе прямого гладьевого шва. Главными секретами мастерства она считает трудолюбие, аккуратность и любознательность. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Николай Скворцов, Республика. Республика развивает въездной туризм. Разрабатываются сразу несколько направлений. В этом году в рамках Российского года науки и технологий будет подготовлена виртуальная туристическая экскурсия «Чувашия промышленная». Она познакомит с объектами промышленного туризма. Известно, что Республика вошла в число пилотных регионов по развитию этого направления. Подобные маршруты уже обрели популярность. Еще одна интересная тема экскурсий – природа и экология. За год свыше 1200 человек посетили заповедники онлайн, став участником виртуальной эколого-туристической экскурсии «Заповедная Чувашия». Кроме этого, для всех желающих доступна виртуальная экскурсия водоема Чувашии. Старый Новый год – уникальный праздник, который позволяет немного продлить ощущение зимнего волшебства. Как воспринимают его чебоксарцы, мы узнали из видео, которые они прислали через социальные сети. Отмечать Новый год в России принято долго и с размахом. В январе мы отдыхали больше недели. Однако праздничное настроение сохранилось у многих и после окончания официальных каникул. Ведь в ночь с 13 на 14 января вся страна отмечает Старый Новый год. Эта елка радовала нас на протяжении всего месяца. Но сейчас пришла пора с ней попрощаться до следующего года. Мы узнали, как жители нашей республики отмечают Старый Новый год. Наши народные корреспонденты рассказали о своих традициях встречи особого праздника. Я каждый год отмечаю Старый Новый год, поскольку, мне кажется, это такой семейный праздник. Иногда Новый год может пройти не так, как мы планировали, а вот Старый Новый год. Мы еще раз можем собраться с друзьями, либо же с родными и отметить его еще раз. Если кто-то не успел загадать желание на Новый год, он может сделать это сегодня, в Старый Новый год. Особых традиций отмечать Старый Новый год у нас нет в семье, но все праздники членов моих семьи приходятся на эти дни. Вчера отмечали день рождения сына, завтра отмечаем день рождения супруги. Встреча Старого Нового года – это семейный праздник, а значит на столе традиционные национальные блюда ждут гостей. Самым вкусным блюдом стола являются колобки – еваджа. В яльчиковских семьях его готовят по старинным рецептам, но каждая хозяйка готовит по-своему. У нас в Казовском районе есть старая новогодняя традиция. Мы печем лепешки накануне Старого Нового года. Лепешки – это не простые, они сюрпризом, они пекутся на каждого члена семьи именные, и в одну из лепешек закладывается монетка. И тот, кто обнаружит в своей лепешке этот сюрприз, монетку, тот в этом году, тому в этом году будет сопутствовать удача, успех, здоровье и, конечно же, богатство. Думаю, многие из вас, как я же, этот праздник отмечают в маленьком семейном кругу. Чтобы новогоднее сказочное волшебство нас вдохновляло круглый год. Счастье, здоровье, любви и удачи. Мы отмечаем его в кругу семьи и друзей. Обязательно гуляем, катаемся на ватрушках и ходим в баню. Поздравляю вас с этим замечательным праздником! По народным приметам, если наутро после Старого Нового Года небо будет солнечным и безоблачным, то и год сложится удачно. Ульяна Пятакова, Дмитрий Салманов, Республика. Пока одни гадают, будет ли новая волна коронавируса, упадет ли рубль, и когда уже поднимется цена на нефть, другие узнают свою судьбу. В святочную неделю принято заглядывать в будущее. Поинтересовалась дальнейшей судьбой и моя коллега Юлия Важенина. Каледа, каледа, отворяй ворота! Сеем, веем, посеваем, с Новым Годом поздравляем! Уродись пшеничка, горох, чечевичка! С Новым Годом, с новым счастьем! Ой, какие каледовщики пришли! Приготовила я вам хмель на пиво и горох. Угощайтесь, пожалуйста, проходите в дом, добро пожаловать! Так выглядели первые дни святочных гаданий национального праздника Сурхури. Молодые люди ходили по домам и собирали продукты. Хмель, горох, солод вручали не просто так. К вечернему пиршеству девушки готовили из них блюда, варили пиво. Такие гуляния своего рода смотр невест. Но все же основное развлечение в эти дни – гадания на будущий год. В основном занимались этим незамужние девушки, пытаясь узнать дату свадьбы или имя будущего жениха. О будущем мужа судили по петухам, гадали с петухами. Куда подойдет, таким муж и будет к зеркалу, если себя любящим человеком. Ножницы – значит, будет мастером на руке. Монеты – в богатстве будете жить. Святки всегда были чем-то магическим, и полученные именно в это время предсказания считались самыми точными. В это время нечисть вовсю разгуливает по миру, но, будучи веселой и шаловливой, охотно делится знаниями с людьми. А вот после святок правда не добиться, а можно даже навредить себе и своему роду. Следовательно, по прошествии этого периода в магию лучше не лезть. Считалось, что в эти дни они особенные, потому что это были самые длинные ночи и самые короткие дни. И, возможно, в эти дни, по предположению, ходили злые духи. Поэтому гадали именно в эти дни, потому что ворота, так скажем, небо открывается, и можно было гадать. Хотя христианство, конечно же, это не приветствовало. Говорят, что самые правдивые гадания вечером 13 января. Кстати, гадать нужно по правилам. Так, например, во время обрядов нельзя скрещивать руки и ноги. В помещении должна быть полная тишина, а из освещения только свечи. Один из самых популярных видов гадания с помощью воска. Берем миску с водой, берем свечку, зажигаем ее и вот плавленным воском капаем в воду. Так, ну, что у меня тут получилось? Так, похоже на какой-то... Ну, что это? На цветочек какой-то похоже. В новом году меня ждут цветы. Большинство обрядов можно проводить дома, но есть и много вариантов гадания на улице. Девушки кидали валенки за ворота. В какую сторону носик смотрит, оттуда и жениха ждать. Конечно, верить или нет – дело каждого, но наша съемочная группа решила – хорошие предсказания совершенно точно сбываются. Юлия Важенина, Игорь Зверев, Республика. Это были главные новости среды, 13 января. А я прощаюсь с вами. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова